А что такое аккорд-то? Что такое аккорд? Это совокупность, вот, как тебе сказать? Ты чё стучишь-то? Не специально. Не стучи. Ладно. А чего пальцы это поем? Это он. Чё ты сразу палишь меня? Ребята, всем привет! Вы на канале Акстария, и это возвращение легендарного малыша на онлайн-уроках с преподавателями. Я приготовил сегодня для вас очень много всего интересного. И сумасшедшие реакции с двумя малышами, и проверка дешёвых преподавателей, и ещё кое-что. Поэтому смотрите внимательно, чтобы всё увидеть. А ещё, кстати, у меня недавно прошёл концерт в Москве, и это было нереально круто. Поэтому я вас хочу сегодня погрузить в атмосферу и показать вам, как это было. Но самые яркие моменты я показывать не буду, потому что 6 декабря у меня первый концерт в Санкт-Петербурге, и я вас там жду. Там будет нереально фингерстайл-шоу с мировыми хитами, классные песни, вокал и много всего интересного. Поэтому 6 декабря, Питер, я вас жду. Ссылочка на билеты в описании, там осталось очень мало мест, поэтому успевайте. А ещё в этом видео я разыграю 30 тысяч, 3 гитары и 10 комплектов струн, поэтому смотри видео внимательно. Всё, подписывайся на канал, ставь лайк, приятного просмотра и погнали. Ребята, я вас собрал здесь не просто так. Я подготовил для вас презентацию, в общем, у меня к вам разговор. Это то, к чему мы стремимся. Бесконечность. Бесконечный Акстар, бесконечное видео, бесконечные гитары, бесконечные возможности. Люди должны просыпаться и пить кофе из кружек Акстар. Они должны ездить на Акскарах. Они должны ездить на Акскарах в Акстар Корпорейшн. Мы построим Хогваркс. Как вам идейка? Там все будут играть на гитаре. Замок, где все играют на гитаре. Как вам идея? Рамиль, твои предложения? Я предлагаю сделать анализ рынка, выбрать релевантные направления, провести касс-девы, ну и, конечно же, сравнить показатели Роми. Господи, ты серьёзно думаешь, что нам это нужно? Это полная душа! Это очень душно! Откройте форточку! Кто тебя позвал? Уйди отсюда! Илья, твои предложения? Пока вы читали лекцию, я собрал вашу фотографию малыша на бесконечном фотоконструкторе Мазабрик. Что? Что? Бесконечном фотоконструкторе. Бесконечном? Да это то, что нужно! Показывай! Да-да, это вот такие наборы, с помощью которых можно собрать любую фотографию в виде такой пиксельной картины с помощью маленьких кубиков. А если она надоест, можно пересобрать из тех же деталей в другую фотку. И так бесконечное количество раз. Мазабрик это универсальный подарок, потому что вы можете выбрать фото уже после открытия коробки. Собирать можно и селфи, и совместные фотки, и питомцев, и даже меня. Остается просто зайти на сайт Мазабрик, загрузить туда свою фотографию, и он вам выдаст подробную инструкцию. И все, можно приступать к сборке. Вот этот портрет я дарил своей девушке, а этот я подарю Илье на Новый год. Думаю, он будет счастлив. У Мазабрика есть три размера и две цветовых гаммы. Можете выбрать под себя, а можете взять сразу несколько и собрать из них огромную картину в полный рост. В наборе есть все необходимое, а самих кубиков намного больше, чем понадобится для любой фотки. Это затягивает, можно собирать и с родными, и с близкими, и с друзьями, и с врагами. Сама картина, кстати, в интерьере смотрится очень стильно. За три года Мазабрик из российского стартапа превратился в мировой бренд. Я уже своих всех друзей посадил на него. Да если загуглить, можете увидеть 1000 у вас тоже на фото. Ну и как же я мог оставить вас без подарка? Промокодик на скидочку 20%. Переходите по ссылке в описании, выбирайте набор, заказывайте и кайфуйте. Тем более, Новый год не забирает. Ну, здравствуйте. 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 Какими запросами по вокалу, чем хотим заниматься? А вот я... Вот, смотрите, у нас вот Илья, это вот он будет у вас заниматься. Суть в том, что мы с ним репетировали вместе с гитарой, чтобы он не переживал, не стеснялся. У меня он такой, я вот тут, я с ним посижу. Можно так? Да, пожалуйста, без проблем. А, ну хорошо. Покажи диапазон свой, у тебя мощный диапазон. Ну, а как это? Ну, я просто в музыкалке учусь, он-то вообще пока. Ну, диапазон это, грубо говоря, какая у тебя самая низкая нота. Которую ты можешь извлечь. И какая самая высокая? Достаточно. А высокую ноту покажи-ка. Фальцесс? Выучил слово модное, и теперь везде им щеголяет. Да всё, ну ты чё орёшь? Ну, неплохо. Главное, что она есть. Можешь спеть 3-4 нотки, там, а-а-а-а, допустим. Да, да, это я могу. А-а-а-а-а. О, интонирование уже неплохое, неплохое. Чувствуется, слух есть, отлично. Ну, он меня слышит, да. Чем хотим заниматься? Каким видом вокала? Что хотим вообще, в принципе? Какая цель? Ну, вообще, хотелось бы очень круто читать рэп. А. Ага. Так там петь-то, походу, не надо, да? Надо, я хочу очень круто, чтобы вообще прям, ну, выдавать очень крутые мелизмы. Ты знаешь, что хоть это, что это такое-то? Нет. Ну, смотри, рэп – это действительно в основном репетатив, поэтому здесь основа идёт дыхание. В принципе, дыхание – это основа любого вокала, поэтому ну, тут должна быть хорошо развитая дыхалка. Садимся ровненько. Мне тоже или мне можно не надо? Нет, тебе можно сидеть просто раскладываться. Ладно. Вот за компанию давай. Набираем дыхание с животом. Это упражнение на дыхание, у нас же репетатив. Так, а мы вроде дышать-то умеем. Я – нет. У вокала совершенно другое дыхание. Получается, ещё раз, возьми самую низкую ноту, которую ты можешь взять. Это у нас получается джи-дур. Возьмешь на гитаре эту гармонию? А, это какая нотка? Соль. Соль. А ты какую спела? Я откуда-то знаю. Эту. Ого. Низко. А спой-ка ещё раз. У вас что, абсолютный слух? Серьёзно? Да. Офигеть. Врождённый. Да ну. Да, с одной стороны это классно, а с другой стороны это боль, потому что я слышу любую фальшь, даже свою, и когда я это слышу, меня прям всю корюбежит, и это ужасно. А, давайте проверочку. Вот я сейчас ноту спою, скажите какая-то. Интересно. Вы не смотрите на гитару только. А я всё равно не знаю, какие там лады, я не умею на гитаре играть. Только на гитаре играть. И бемоль. Попало, да? Да. А давайте ещё раз. Давайте. Ми. Ну что, распеваться будем? Да. Отлично. Возвращаемся обратно к соль, к нижней. Ми. Смотри. Рот-то закрой. Дальше. На фальцетик. На фальцетик уже? Да, да, да. От чего фальцетов поём? Это он. Что ты сразу палишь меня? Стукать, блин. Давай ещё раз. Тот же самый аккорд. Это не по законам. Вот это вот. Сам терпой. Ой-ой-ой. Ну помоги нам, пожалуйста. Подыграй. Носка какая? Си. Си мажор. Ещё выше. Всё. Ты реально, ты смотри, ты вот так делаешь. И у тебя тут слёт идёт. Чуть-чуть расслабиться надо и отдаться. Конечно. Вот. Видишь, ещё выше. Вот как. А можно мы это? Покажем вам, что мы это. Ну вот мы штуку одну разбирали. Но это не вокальная такая. Это такая больше по рэпу. Вот мы даже тут эти. Видите? Подготовить же с ним. Вы на стиле. Может быть, вы даже знаете эту песню. Сейчас, да. Сейчас мы сделаем. Там очень много problems. Тут у нас любит интерв Кар Парагов, Тут у нас есть nämные линопорции, Тут у нас есть четверти. Тут у нас есть крутые дит crowщики. Тут Ads есть у peelщиков, тут у нас есть лучшие вороды. Тут там ты мне. Тут у нас есть недоступные.' Тут Юр, я нас есть четверти. Тут камчат, monte sphere sauce. там река, плем fotoе... и сам вмыцах. Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse Alors on danse Alors on danse Alors on danse Alors on... Là-là, ная-là Классно, молодцы Спасибо Ребята, если вам понравилась эта музыка, я её загрузил на свой Телеграм-канал Отдельно, можете её слушать, ставить на рингтон, ставить на будильник И просто кайфовать Поэтому переходим на Телеграм-канал, слушаем и подписываемся А реалисативно-то на самом деле Хорошо дела я смотрю, да? Практифуем Неплохо Как вообще? Нормально, нет? Ну, вообще это очень хорошо. Очень хорошо. А французский где-то изучали, да? Нет, на слух. Вот как у вас, абсолютно слух. Это на слух. Серьезно. Да. А гитарка как? Нормально? Вообще супер. Супер. Да замечательно. Я говорю, если честно, не очень понимаю, что вы от меня отходите. Знаете, на самом деле, вот он тут сидит в бандане французский. Знаете, какая у него самая любимая песня? Расскажи. Не надо рассказывать. Вот это вот из-за холодного сердца. За окном опять сугробы. Серьезно? Сидит тут рэпер, блин. Ну, у каждого рэпера очень тонкая душевная организация, на самом деле. Давай, ну-ка, спой. Все верно. Спой. За окном опять сугробы. А у меня велосипед. Давай, давай. Все. Почему на гитаре-то вообще, Паш? Расскажи. Почему? Я, мне просто... Мне гитара нравится, музыка. И нравятся еще девочки. И хочу, чтобы фанатки были. Ну, фанатки. Да, слушай, я тебе так скажу. Когда гитарист вообще играет на гитаре, это просто отвал башки для девочек. Все девочки ходят за тобой. На своем опте тебе говорю. Чем-то занимался именно до этого на гитаре? Как-то он занимался? Я... У меня была музыкальная школа. И я... У меня там преподаватель был. А потом он это... Все. Уволился. Уволился? Да. Так, слушай. Давай начнем. Что за гитарку тебе? Ну-ка, покажи. У меня... Мне ее подарили, не знаю. Может, вы знаете? Название, название покажи. Мазанный немножко, я ничего не вижу. Слушай, ну, ладно, не Ямаху уж, конечно, но ладно. Ну, когда я-нибудь вырасту, куплю себе Ямаху. Конечно. Купишь себе Ямаху, и все будет нормально. Девочек будешь цеплять направо-налево. Ну, да. Слушай, Паша, у тебя вообще... Че по уровню? Ну, смотрите, меня... Я уже занимался немного, но родители меня попросили вас попросить, чтобы вы мне все объяснили сначала, чтобы я типа все вспомнил. Я так-то все помню, но они вот так вам сказали сказать. Ну, боятся, что я что-то забыл, да? Ну, на самом деле, правильно. Давай с тобой начнем со снов самых, да, про гитарочку, пробежимся, чтобы ты все вспоминал, помнил. Вот этот вот, вот эта вот восьмерка груши, которую я в руках держу, да? Корпус. Да, так и называется, в принципе, корпус гитары. Гитарный корпус, да? А, вот это, знаете, нижняя дека, верхняя дека, пофиг вообще. Сейчас пока корпус. Вот. Кто спросит, скажи корпус. А вот это вот тоже. Че вот это вот? Ну, как это? Не помните? Ну, мы же с тобой обсужали, корпус, корпус. Все для тебя сейчас, корпус. Торчащие палки, я думаю, ты помнишь, что такое. Надеюсь, это гриф. Вообще, аккорд, это же... Вот что такое аккорд, вы знаете? Что такое аккорд? Ну, конечно, знаю. Ну, ты можешь сказать, что такое аккорд. Что такое аккорд? Что такое аккорд? Давайте я так скажу. Смотри, когда... Чего в твоем вообще понимании? Что такое аккорд? Ну, в плане само понятие аккорд, это что? Само понятие аккорд, это когда ты ставишь пальчики, да? В любом... Сначала тебе кажется, что они в рандомном месте стоят, да, допустим? И ты, когда их ставишь, вместе они в совокупности образуют какой-то пятизвучий, там, шестизвучий. Ну, они... Смотрите, мы ставим пальцы и образуем аккорд. Образуем, да. А что такое аккорд-то? Что такое аккорд? Это самокупность... Вот, как тебе сказать по-нормальному? Самокупность рандомно стоящих пальцев, так сказать. Ну, так мы их ставим, чтобы у нас получился аккорд. А аккорд-то это что? Аккорд-то это вот эти трезвучия, как раз таки. Трезвучие... Ну, так есть трезвучие, а есть аккорд. Дорогой дневник. Мне не подобрать слов, чтобы описать боли и унижения, которые я испытал сегодня. Ага, ну а ты как-то скажешь. Как ты скажешь? Аккорд это... Одновременное звучание разных звуков, разной звуковысотности, которые вместе объединяют, звучат вместе, и получается музыкальное единство, и всё это называется аккорд. Слушай, ну я не знаю, звучит как-то слишком... Не по-музыкальному, что ли? Не по-нормальному. Короче, что нам нужно второе, следующее? Бой. Какой бой мы берём? Бой мы берём шестёрку обычную. То есть, какой бой-то? Вниз... Я знаю. Бой шестёрка. Нет. Ты мне уже восьмёрку показываешь, молодой человек. Вот, шестёрка у нас обычная. Вниз, вверх, глушка, вверх. Нет. И так дальше пошли, и так дальше пошли. Вот. Так она шестёрка, она потому и называется, потому что там шесть ударов. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. А вы мне показываете четвёрку. Раз, два, три, четыре. Так ты считать-то будешь? Нет, смотри. Мы будем считать с тобой. Как мы считаем обычно? Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Согласен? Согласен. Вот. И, соответственно, мы вот этот бой попадаем. То, что ты играешь обычную вот эту вот восьмёрку длинную, так у тебя ещё с паузами это заходит нормально. Вот. То есть, пауза влезает в этот квадратик. Соответственно, мы будем всё это распихивать в наш квадратик. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, видишь? То есть, все вот эти паузы тоже сюда входят. Соответственно, что? Мы получаем влитой вот этот кусочек боя. Два квадратика боя в один. Давайте, может, сразу попробуем. Я просто, я же говорю, я занимался. Может, попробуем мелодии какие-нибудь, именно фингерстайл такие? Ну, не знаю, давай попробуем какую-нибудь простую мелодию, я сейчас тебе покажу. Песня называется Happy Birthday, ну, или С днём рождения, да? Правильно? Знаешь такую песню? Да, да. Отлично, хорошо. Вот такая песня. Да. Довольно лёгкая, но... Там... Подождите, щас. Вы там ошиблись чуть-чуть. Где ошибся? Там идёт восьмой лад вместо седьмого. Вы сыграли седьмой. Где восьмой? Ну, там вариантов нет, там в одном месте только. Это, которая... Вот эта... Там восьмой, да, не седьмой. Не, почему восьмой? Седьмой. Седьмой. Могу даже тебе записи показать. Вот, смысл, слушайте. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И здесь восьмой, восьмой, пятый. И потом шестой. А вы играете седьмой тут. Ну, а чё, неправильно по-твоему? Нормально же получается седьмой. Это с днём рождения тебя. С днём рождения тебя. Чё-то там поздравляем. Поздравляем тебя. Ну. Нормально получилось. Не восьмой, да? Не восьмой, конечно. Не восьмой. Может, знаешь Кузнечика? Какого-нибудь. Кузнечика. Песню Кузнечика. Не, я умею Кузнечика. Умеешь Кузнечика играть? Да. Раз играл, давай покажи, посмотрим, может у тебя проблем какие-то. Нет, ну я немножко по-другому его играю. Как? Ну там посложнее версия. Сложнее? Я не знаю, чё-то там посложнее себя нашёл. Ну, показывай давай, посмотрим. Смотрим. 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 Нихрена себе. 30 тысяч денег, 3 вот таких замечательных гитары и 10 комплектов струн я отдам тем, кто придёт на мои бесплатные трёхдневные мастер-классы. Меня многие просили сделать что-то подобное, так вот я решил организовать свои личные мастер-классы. Ещё и сделать их в онлайн-формате, чтобы можно было попасть из любой точки мира. Даже если у вас нет гитары, всё равно приходите, мы придумали, как вам помочь. В онлайн-режиме я буду 3 дня учить вас играть на гитаре. Устроим небольшой концерт, поболтаем, повеселимся и просто круто проведём время. Многие из вас хотят стать душой компании, найти свои хобби или раскрыть свой творческий потенциал. Так вот, всё это я сделал специально для вас. Осталось только зарегистрироваться и прийти. К тому же среди участников я разыграю 30 тысяч, 3 гитары и 10 комплектов струн. Просто идеальные условия. Под этим видео будет ссылка, переходи на сайт, проходи регистрацию и попадёшь в наш закрытый телеграм-бот и канал, где и будут проходить наши мастер-классы. Жду каждого, это событие перевернёт вашу жизнь. Ссылка в описании. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу гитариста. Вот, ну, по поводу гитариста, да. Это Павел. Вот мы с вами переписывались, общались, обсуждали всё. Павел, очень приятно. Меня зовут Полина. Подскажите, пожалуйста, сколько вам лет? Ну, вот, 13, в общем. 13? Да. Дело в том, что нам нужен гитарист более постарше. А смотрите, вы вообще не переживайте, я профессионал своего дела. Я, значит, закончил музыкальный кружок в школе, после этого в музыкальную школу хожу вот сейчас. Я, у меня дядя вообще на пианино играет, то есть музыкальная семья у меня. У меня, то есть в целом, вот так вот, расклад хороший. Я играю профессиональные произведения. То, что вы скидывали песенки, это для меня просто детский цад. Даже так? Да. Понимаю, я прекрасно понимаю, но я не могу с точки зрения юридически вас взять, к сожалению, потому что возраст слишком маленький. Я про себя дорасскажу, пожалуйста. Вот у меня вот такая вот гитара, гитара хорошая, с подключением есть функция подключения, то есть она на сцене, мы когда с вами будем играть, да, вы когда будете петь, и когда я буду играть, гитару будет хорошо слышно, потому что она с подключением. Дело в том, что это как бы все прекрасно, но меня смущает возраст. Я понимаю. Ну так вот, и когда вы, вам где вообще, вы написали, что на день рождения будет, да? Да. Я выступал на дне рождения. То есть я вот знаю, как там это все устроено, как публику завести, понимаете? То есть мы вместе с... И... Сейчас. Я с мысли сбился. В общем, все хорошо. Я вас поняла, но поймите меня правильно, с юридической точки зрения я не могу вас допустить на сцену, потому что нет вам 18 лет, вам только 13. Нет, я понял вас, в чем проблема-то. Это-то тоже вообще решаемо, я вам сейчас расскажу как. Только, знаете, у меня для вас вот бонус есть вообще, абсолютно бесплатно. Смотрите, у меня еще есть. В придачку, в придачку, еще барабанчик идет. Здравствуйте. Вы вообще, я говорю, не переживайте, мы... У нас вот такая практика уже была, мы в плане... Нам просто родительское разрешение нужно, что вот, и все, и вся проблема решается. То есть, не ну это... Давайте, давайте мы вам сыграем, давайте мы вам сыграем что-нибудь, и вы посмотрите, послушайте. Вот. Можно? Все. Вот. Смотрите, это я сейчас на свое усмотрение мы сейчас сыграем. Окей? Если что, я иду в бонус, да, бесплатно. Да, он вообще... Сам привезу всю установку, установлю. Да, он вообще, понимаете, бесплатно. То есть, вы платите ту же цену, а бесплатно. Все, я вас поняла, хорошо. Я за идею. Да. Так. И за еду. Ты че стучишь-то? Не специально. Не стучи. Ну, ладно. Испеху, я миния, вот. Ну. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 КОНЕЦ 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 Помните, какой песней чаще всего мы заканчиваем экстримы? Спокойной ночи! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Улыбался, просто осознавая, что у тебя сольный концерт. И я такой, типа, охренеть. Упашь сольный концерт, он давно это хотел. И для того, чтобы ты у Лихи больше наушников не забирал, в дорогу. Это от нас троих тебе, братан. С первым сольным. Фигеть. Вот и все. Надеюсь, вам понравилось это видео, потому что мне очень понравилось. Ну и не забывайте, ребят, 6 декабря я вас жду на своем первом концерте в Санкт-Петербурге. Это будет очень круто. Успевайте взять билеты по ссылочке в описании, осталось очень мало мест. Ну и не забываем про трехгневные мастер-классы, где я буду вас учить играть на гитаре. Будем круто проводить время и кучу призов разыграем. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео. И не забывайте поставить лайк, потому что если мы наберем 125 тысяч лайков, то будет продолжение рубрики с малышом. Все, всем большое спасибо. Пока.